Подробнее о новом проекте мы поговорим с нашим экспертом. И сегодня это Игорь Борисов, директор по региональной работе Российского экспортного центра. Игорь Николаевич, расскажите, велики ли шансы у наших предпринимателей наладить торговые отношения с Европой и Америкой? Потенциал региона очень большой. Помимо того, что в принципе Челябинская область, на наш взгляд, является зоной крупного бизнеса, здесь очень много малых и средних предпринимателей, которым как раз поддержка с точки зрения России, государства, очень важна. Скажите, а кто может участвовать в вашем новом проекте? Любой предприниматель, который решил, что экспорт это именно та на сегодняшний момент для него составляющая, для которой он будет готов пройти какие-то сложности в настоящее время. И обучающий проект как раз даст полностью знание о том, что такое экспорт, как заключаются контракты, какие вопросы будут с точки зрения сертифицирования продукции, логистики, что нужно будет знать, когда будут проходить бизнес-встречи с партнерами будущими за рубежом или в России. Ну, интересно, много ли нашлось таких желающих? Вы знаете, на текущий момент отреагировали, на наш взгляд, очень хорошо. А сейчас уже, по-моему, если я не ошибаюсь, 168 заявок было подано на очное обучение. При этом заочно, то есть у нас есть возможность через портал проводить обучение и, соответственно, сдавать какие-то этапы проекта через портал, по-моему, если я не ошибаюсь, заявились до 600 человек. Скажите, а что будет после выпуска? Будут ли потом помогать предпринимателям? На любом этапе обучения, если предприниматель готов уже перейти к практическим каким-то шагам, он может обратиться в Российский экспортный центр за поиском партнеров, как вы правильно сказали, за какой-либо там выставочной деятельностью, за помощью там в юридических вопросах, налоговых вопросах, там бизнес-миссиях каких-то, в том числе и за финансовой поддержкой, поскольку в рамках группы Российского экспортного центра есть Эксара, экспортное страховое агентство, и Росэксимбанк, которые работают как раз на поддержание, финансовую поддержку экспортоориентированных компаний. Спасибо, Игорь Николаевич. Я напомню, с нами был директор по региональной работе Российского экспортного центра. Мы говорили о том, как научить предпринимателей работать с иностранцами.